МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канала культуры, программа Наблюдать. И сегодня Наблюдать доверенно мне. Меня зовут Андрей Максимов. 110 лет со дня рождения Валентина Николаевича Плучика, человека, который... Вот сейчас, пожалуйста, послушайте меня. Который 44 года руководил театром сатир. 44 года. И это... Театр сатиры сейчас замечательный театр. И был замечательный театр при Плучике. Тогда интеллигенция искала места, где можно дыхнуть. Таких мест было очень мало, где можно дышать. Вот театр сатиры всегда был таким местом. И как-то умудрялся этот театр ставить спектакли, которые, с одной стороны, были вроде как классикой. Например, доходное место Марка Захарова, которое пригласил Валентин Плучик или Женеба Фигаро. А с другой стороны, все понимали, что он говорит про нас, что это все про нас. В общем, нам кажется, очень важно вспомнить этого человека. Сегодня пришли в студию люди, которые его хорошо знают. Когда в студии женщина, я начинаю с нее. Когда три женщины, я начинаю с мужчины. Поскольку он один, и поскольку это руководитель театра, Александр Анатольевич Ширвиндт, художник, московского театра сатиры, народный артист России. Я в прологии всегда задаю один и тот же вопрос. Прошу гостям на него, только на него, по возможности коротко отвечать. И таким образом я их представляю. Вопрос ко всем очень простой. Ваша первая встреча с Плучиком или первая запомнившаяся встреча с Плучиком, Александр Анатольевич? Ну, как кто я? Как зритель, как молодой артист? Не знаю. Когда вы первый раз поняли, что есть Плучик? Ну, давно. Это да. Давно. А когда это было? Вы были как зритель, вы были как артист, вы были как кто? Нет, я был как студент, наверное, каких-то. 53-й год, наверное. Прошлого века. Вера Кузьминична Васильева, актриса московского театра сатиры, народная артистка Советского Союза. Вы Плучик пришли в театр, когда вы уже там работали. Да. Ваши ощущения от него первые? Ну, вы знаете, во-первых, страх, потому что он очень был уверенный в себе и такой немножечко неожиданный. Как-то я привыкла до него работать то с кем-то из актеров, то кто-то ставил, пробовал что-то. Так что такого событийного в моей жизни в театре, кроме свадьбы с Пориданом, не было. И Плучик для меня, ну, как-то мне было даже страшновато. Но его первое мое знакомство с ним было по пьесе китайского драматурга Ван Ши Фу «Пролитые чаши», где он мне дал роль принцессы и такую драматическую, лирическую. А я о таких ролях мечтала. И поэтому я была счастлива и напугана, потому что надо было быть китаянкой, очень изящной, очень музыкальной. У меня были там арии. А страх прошел потом? Спектакль, мне кажется, он заинтересовал людей, но он не пользовался огромным успехом. А вы продолжали бояться Плучика? В общем-то, да. Так на протяжении всей его... Ну, да. Мне казалось всегда, что я ему неинтересна. И меня это немножко угнетало. Все, вернемся к этому. Зоя Николаевна Зеленская, актриса Московского театра сатиры «Народная артистка России». Вашу первую встречу с Плучиком вы помните? Я приступила в театр, когда главным режиссером был Петр Павлович Васильев. Но это длилось недолго. Но там еще, так сказать, очередным режиссером был Краснянский, Николай Васильевич Петров, которого я знала по ГИТИСу. А Валентин Николаевич, он когда-то появлялся иногда, но он не был, что ли, штатным режиссером. И поэтому поначалу я так видела его, в основном на гастролях, потому что он приезжал туда, это был Владивосток, Хабаровск. Ну, это все вот так было непонятно. А потом, когда была премьера уже «Клопа», здесь я выступала в роли газетчицы, там у нас было человек пять или шесть, наверное. И вот здесь я увидела Валентина Николаевича. Он на фоне Юткевича, который был очень благополучный, интеллигентный, такой довольно холодноватый человек. Николай Васильевич Петров умеренный. А Плучик был совершенно невероятной энергетики. Он вскакивал на бронды по этим ступенькам, там довольно высоко была сцена, показывал, как надо говорить, как нужно читать стихи, потому что мы все были с газетами, все говорили фразы из Маяковского. И потом шли в зал и дарили зрителям специально отпечатанные газеты. И вот Валентин Николаевич в качестве такого невероятно подвижного, очень веселого, даже озорного какого-то человека на фоне вот этих двух таких умеренных режиссеров выглядел очень необычайно, потому что в ГИТИСе был Гончаров такой стабильный. Правда, Рапопорт был моим учителем тоже. Он был более живой, вахтанковский режиссер. А Валентин Николаевич все равно превосходил всех вот этим своим качеством какой-то необыкновенной живости и энергии. Такое впечатление. Я с особым таким волнением и радостью представляю Марину Вадимовну Крыстылеву. Она в 70 лет заведула литературную часть «Час фатиры», но это моя коллега, не так часто у нас на передаче бывают мои коллеги, она шеф-редакер в главной роли. Ваша первая встреча с Плучиком. Ну если вот совсем серьезно, то моя первая встреча с Плучиком была где-то в классе пятом, когда меня родители взяли в театр «Сатиры», им удалось не два места добыть, а три на какой-то спектакль. Я не помню, что это было, это что-то было в очередной раз неразрешаемое властями, и меня вели и объясняли мне, кто такой Плучик, что такое на сегодняшний день театр «Сатиры». Нам было 12 лет. Да? И на самом деле, то есть я уже понимала, что такой режиссер в принципе, да, но когда этот человек в финале выскочил на сцену, вот Зоя Николаевна сказала, что он такой подвижный и стремительный, это действительно была какая-то такая комета. Он так раз и выскочил, и все подвижные живые артисты рядом с ним показались такими стабильными, основательными, малоподвижными людьми. Я сильно удивилась. Но потом уже была во взрослом состоянии встречи, это... Марина еще автор, савтор, да, надо сказать, савтор фильма «Место и главы жизни целый» Валентин Плучик. У нас есть небольшой фрагмент документального фильма, давайте его посмотрим. Алеша, вы выходите и будете объявить зонг, финальный зонг, и споем зонг, хорошо? Прекрасно. Давайте, приготовьтесь, сядьте на еще места. Давайте, давайте. Спартака, сядьте, а? Папочка, раздадим все это изделие. Раздадим папочке, приготовь папочке, раздавь папочке. Давайте прямо со Спартака садим образом. Да, давайте прямо садим сразу вместо, да, прямо. Ну, вот беда на нашей злой планете, Хлеб слишком дорого, сердца чистый, Мы рады жить согласии и совете, Да обстоятельства не таковы. Ох, на что возразить? Он был золочен, а не был. Я правду возразить бы мог, золчен, человек, а мир робот. И мы бы не знали за земной, да обстоятельства всему виной. Но не за дружбу всякий, да. Скажите, пожалуйста, Александр Анатольевич, я хочу такой, чтобы был более такой конкретный разговор. Я хочу вас спросить про Жениху Фигаро. Где был ваш ввод, насколько я понимаю? Вас же вводили на роль, которая теперь ассоциируется только с вами. Как это делал Плучик? Как он репетировал? Как он, например, вас вводил на эту роль? Быстро, медленно, строго? Как это все происходило? Ну, как быстро? Молниеносно. Это же было случайно. Вальянович Гафт, совершенно уникальный, потрясающий артист, человек и мыслитель, и мой огромный друг, он, по-моему, побывал во всех театрах Москвы. Не потому что он алчный или архи, значит, амбициозный, просто он искал, он искал все время истинного театра. И вот один период поиска был у него театр сатиры. И он играл вот с Верочкой, они играли Жильеву Фигару. Он играл Графа. А потом, в какой-то неожиданный момент, как у него всегда, у Гафта, он понял, что нет, надо искать дальше. И ушел. Да. И был тупик. И тогда, значит, кто Андрюша с Марком и с Мишкой Державиным, вот, они, значит, сказали Плучику, вот этот. А я тогда работал на Бронной, у Эфроса, и, в общем, мы с ним и дружили, я был его артист. Это была ваша первая роль в театре сатиры? Конечно. И я прибежал туда, они меня уговорили все вместе, и где-то, по-моему, репетиции за две, да, в судорогах. Потому что был назначен спектакль какой-то. И первый спектакль, я помню, был, я ничего не соображал. В общем, потому что это, во-первых, когда новая почва театра, да еще срочный ввод, да огромная роль, да изящно поставленная, в общем, я что-то там метался. Я помню, после спектакля Плучик подошел так, меня полуобнял, сказал, ну, не то, что ничего обойдется, а так, ну, да, да, и ушел. Я остался в парике, в буклях, набежали, значит, Андрюшка, Марик, Мишка, взяли меня, повезли в Кратово. Это была дача Курилка, помню, был такой замечательный художник. И там под страшную пьянку, а у него огромные на даче просто музей всех этих вот рыцарей кованых, вот, и меня довезли, и когда пришли, они открывали, забрал, они были заряжены в этих рыцарей. Вообще они меня успокаивали. Катались на велосипедах трехколесных, вот таких детских, вот, и как-то успокоили. А Плучик что-то вам потом говорил? Ну, вот, вы успокоились, дальше прошли другие спектакли. Ну, как, потом говорил много, мы уже много работали, разно. Вообще, понимаешь, какая история? Я вот сижу, думаю, сейчас у нас слово авторитет, он тоже ассоциируется с бандитизмом, да. А вот авторитет, как авторитет творческий, куда-то размыто. Он был абсолютный авторитет. Авторитет, сотканный из таких вещей, которые вообще забыты. Интеллектуал, совершенно патологически знающий мировую литературу и в основном всю поэзию. Он из тех людей, которые поэзию знали как поэты. Они же не учат стихи поэты. Женя Кетушенко, тогда из этих, я знаю, из артистов, я знаю только Зяму Герта, Тодоровского и Рязанова, которые вот так же, Миша Казаков, которые впитывались в стихи как поэты. Плучик Юрский еще. И Сережа, да. Плучик был такой. И понимаешь, поэтому и при этом все время держать в руках 80-головую орду артистов. Артисты же какой народ. Он замечательный, потому что все строится на эмоциях. А вот интеллект, ум, начитанность – это очень дифференцировано. А вынужденность с ними общаться, разговаривать, воспитывать, думать. Я вспоминаю, вот когда по лучшему говорим, как это у Саши Черного, помнишь? А умный слушал терпеливо излияние дурака. Чего так жизнь тоскливая и печальная. И пошла, в конце концов, слишком много дураков. И скрывая желчный смех, умный думал. Сатанея. Он считает только тех, кто его еще глупее. Слишком много для него. Ну а мне-то каково? Вот лучик абсолютно. Ну, понимаешь, каково существовать в такой банде. При этом вот Зои вспоминает и насчет его совершенной, да, зажигательности. Ему детской себе бы сказал. Потому что когда он вырывался из-под Зинаиды Павловны, которая держала его в ежевых рукавицах, потому что он должен быть взрослый, умный и необыкновенно серьезный, то это был совсем другой лучик. Маришка меня напоминала. Дайте, можно я сейчас спрашиваю Веру Кузьминичну, а потом вы расскажете. Чтобы не забыть мне. Ну, рассказывайте тогда. Я не забуду, спрашиваю. Вера Кузьминична, я вас тоже, мы сейчас просто хочу посмотреть фрагменты из Зиньбы Фигаро, тоже вас хочу спросить. Вы сказали с самого начала, что вы боялись Плучика, опасались его. Вот когда идет такая репетиция, ваше главное отношение к Плучику, вы его боитесь, вы хотите ему понравиться, вот что главное? Я думаю, что и то, и другое было. И боялась, и хотела понравиться, и хотела, чтобы он поверил, что я могу что-то сделать. Поэтому я была старательна. А трудно репетироваться в безумный день? Я думаю, что мне было трудно, потому что я не чувствовала, ну, как бы сказать, его удовольствие от моих попыток. Они были очень робкие. Я была несмелой. Мне неудобно вам говорить в лицо, но вы же потрясающе играете. Ну, просто вообще потрясающе, но в этом спектакле вы играете потрясающе. Это вы про какой? Про Фигаро? Про Фигаро. Я обожала этот спектакль. А Плучик вас хвалил? Нет, по-моему, не хвалил, но я чувствовала, что я его не раздражаю. Это уже хорошо. Тяжелая какая у вас профессия у артиста. Давайте посмотрим маленький фрагмент из этого всем известного спектакля. Графиня, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас подумать о последствиях. Откройте дверь сами! Так. Графиня, неужели вы могли подумать, что я способна забыть свой дом? Что бы вы мне сейчас не говорили, я все равно увижу, кто прячется в туалет. Хорошо! Хорошо, вы увидите. Только вы слушайте меня спокойно. Значит, там не Сюзанна. Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен. Мы придумали одну шутку очень невинную. Я вам клянусь... Вы мне клянетесь! Я клянусь, что и он, и я... Он и я! Мы были далеки от мысли вас оскорбить. Мужчина? Мальчик! Мальчик! Кто? Я не могу этого... Посмотрите! Ой, боже милосердный! Я убью его! Это маленький Кирубина! Пас! Подлец! Граф? Граф, вы так разгневаны, что я трепещу за него! Не отдавайтесь к опасному подозрению! Отойдите! Тот беспорядок в его одежде, которую вы заметите! Беспорядок в одежде! Да, он хотел нарядиться женщиной! Он в одной курточке! Рукава засучены! Шея голая! Шея... Голая! Вы поразительны, а это же который раз! Да! Вы-то играете, а мы смотрим который раз! Я хочу спросить у вас, Зоя Николаевна, про самоубийцу, который, на мой взгляд, выдающийся спектакль, такой великий, один из великих спектаклей, который был закрыт на долгие годы. Вот как Плучик переживал вот эту историю? Когда он ставит... Он же понимал, наверное, что самоубийца – это очень мощно, и это... Да, если бы он стал переживать по поводу всех спектаклей, которые у него снимали, он бы не выжил. Ему его спасало легкомыслие. Мудрец был, но вот это легкомыслие, вот это вот умение перешагнуть, он же был просто человек, в котором было всё на свете. Он был хулиган, он был мудрет, он был насместлив, он хихикал по всякому поводу, он взрывался, он вопил, он орал. То есть вот человек, наделённый талантом, он был, кстати, во всём талантлив, невероятно. И вот что касается актёрства, вы задавали этот вопрос, вот, понимаете, критерий отношений в театре был, как сказал Александр Анатольевич, абсолютный авторитет. Очень талантливых он очень любил, менее талантливых он меньше любил, но это был критерий его отношения худрука с актёром. И это принималось абсолютно, доверие было полное. А если артист талантливый, но недисциплинированный, например? Не допускал. Вообще он не выносил, вот, знаете, вмешательство арсиста во внутреннюю жизнь театра, потому что у него всё было запланировано заранее. Роль он подписывал, потом он мог не дать эту роль, я попала в это число, вот, но она была подписана уже заранее. Он всё планировал абсолютно. Вот, несмотря на то, что такое разбросанность, такая вроде как, я не знаю вообще что, вот какой-то у меня необыкновенный талант был. Поэтому, ну, что касается самоубийцы, очень помогали люди спасать спектакль. Вот все эти годы, пока он не шёл, где была жуткая работа, Михалков очень помогал, какие-то друзья оставшиеся, журналисты, ваши коллеги помогали, чтобы, в конце концов, вернуть спектакль. Надежда была. Давайте посмотрим фрагменты из этого спектакля. Александр Петрович, товарищ Калабушкин, товарищ Калабушкин, кто там? Не сочтите за хамство, товарищ Калабушкин, это я, это я, Потекальникова. Кто? Потекальникова Мария Лукьяновна, здравствуйте. Что? Вы мне очень необходимы, товарищ Калабушкин. Как необходимы? Как мужчина. Да что вы, что вы, Мария Лукьяновна? Вам, конечно, сейчас не до этого, товарищ Калабушкин, но подумайте только, товарищ Калабушкин. Я одна, совершенно одна. Что же мне делать, товарищ Калабушкин? Вы холодной водой обливаетесь, мои ли, Лукьяновна. Что? Товарищ Калабушкин. Да тише вы, чёрт вас побери, тише. Мне придётся, товарищ Калабушкин, дверь выламывать. Да вы что, с ума сошлись? Товарищ Калабушкин. Дверь выламывать. Интересное времяпрепровождение для молоденькой дамочки. Ах вы, шкура, вы эдакая, извиняюсь за выражение. Это как же такое? Помилуйте, Александр Петрович. Вы зачем это Александру Петровичу набиваетесь? Мы здесь лежим в глубоком трауре, беседуем о покойнице, а вы дверь в это время хотите выламывать. Да я разве же эту хотела выламывать? Что, я жульница, что ли, какая-нибудь? Да современные дамочки хуже жуликов. Прости, Господи. Так и ходят, и смотрят, где кто плохо лежит. Тоже замечательная работа. Вы, Александр Анатольевич, обещали рассказать какую-то историю, про которую вам напомнила Марина. Ну вот, я с Зоей говорил о его спонтанности и детскости. То, когда случайно не было Зея Павловна, да, мы были на гастроле в Челябинске, помню, да? Вот, и там был в это время праздник Самбантуй. Где-то за городом, на огромном поле горели костры, стояли шатры, и праздновался этот праздник. И после спектакля поклонники пришли, в основном к Андрюше, но заодно там и ко мне, и пригласили на завтра в это самое. И в углу сидел за кулисами плотчик. Говорит, ой, и меня, и меня возьмите. Мы вот возьмем еще нашего дяденьку, кто вот так для них плотчик. Он говорит, ну берите. И вот мы поперлись туда, костры, пьяни, эти танцы, да? А там, значит, очередь в каждый ларек, где, значит, наливали этот страшный портвейн. Как сейчас помню, когда выпиваешь, такое ощущение, что кинжал втыкают, но делать нечего. Жрали этот портвейн и какой-то шашлычок. И вот эти поклонники за шатер завели нас, ну, левые дела. Лежала фанера от ящика из-под чего-то, да? И там какая-то закусочка, все. Значит, у Николая Николаевича вообще алкоголик был очень вялый. Ему достаточно было глотнуть, и он взлетал. Короче говоря, все, Андрюша, что-то это, я вижу, шутим. Они такие полноинтеллигенты, сабантуются эти наши. А плотчик рванул этого страшного пойла. Тут же у него загорелись глаза. Он стал читать какого-то амархаямистого какого-то сабантуйского какого-то произведению. Потом вскочил, он же у Мерхольда бил чечетку. И когда еще был молодой и красивый, он всегда показывал эту чечетку. И он вскочил на эту фанеру страшную. И разбивая шашлык, и проливая эту тормозуху, стал бить чечетку. И стали со всех этих шатров собираться сабантуяния, понимаешь? И уже забыли про Андрюшу, про меня. И был сольный концерт Плучик. Он читал стихи, пел куплеты, бил чечетку потрясающе. Мы пригубляли, и все. Потом, когда мы стали уходить, два дня праздник, значит, и, значит, они нас провожали и кричали, завтра приходите. И в чале Валентина не забудьте. Да нет, он был неподражаемый человек. Это просто темперамент невероятный. Веселье, ну, я не знаю, как он читал стихи. Очень смешной вам, Марк Анатольевич показывал по поводу этого. Он говорит, что Плучик меня потрясал тем, что он потрясающе читал стихи, закатывал голову, и мы слышали Бродского. А я, говорит, вы знаете, думал по молодости, как бы это мне тоже бы подражать ему. Вы знаете, как голову не закатывал, кроме лукоморья дуб зеленых. Он ничего не мог изречь. И понял, я понял, что надо идти своим путем. Но он его принял в театр, ведь это же какой был риск. Да, это мы еще поговорим по этому поводу. Я хотел, Марина, у вас спросить, он же был ваш начальник? Непосредственный. Какой Плучик был начальник? Волшебный. Волшебный был начальник абсолютно. Ну, мы говорим о Плучике, но тут надо как бы сказать, как, впрочем, всегда, несколько слов о себе, видимо. Естественно, конечно. Я для него была девочкой, мне было лет 37, наверное, 35. Я была, в общем, для него детка такая. И он меня позвал в завлите. Для меня это было совершенно что-то невероятное. Я тут же отдалась полностью этому. Это был момент, когда в театре было очень тяжело. Ушли подряд Андрей Миронов и Анатолий Дмитриевич Попанов. И репертуар оголился. И, в общем, все было сложно довольно. И он меня позвал с тем, чтобы, видимо, я ему чего-то такое предложила. Хотя обычно режиссеры завлитов не слушают. И у меня было сильнейшее потрясение, когда я со своими англоманскими замашками сказала, мне кажется, надо идеального мужа поставить. Он так на меня посмотрел мрачно довольно. Сказал, ну, давай попробуем. Сразу? Да. Да. А давайте я покажу фотографию. Там же есть фотография, где вы... Вот меня так просто киньте, мне... Ага. Давайте посмотрим. Это кто? Это Галина Михайловна Полтавская, его помощник верный, с которой мы делали все фильмы о Плучике. Вот эта книжка тоже ее, которая передо мной лежит. И Мирхольд. И Мирхольд, которого он никогда не убирал. Он был хороший начальник, в смысле не строгий, в смысле... Он был начальник, который слышал тебя. А строгий, не строгий, не знаю, я не подавала, видимо, повода к каким-то строгостям. Но он слышал. Если он спрашивал, он всегда внимательно слушал, что ему говорят. Если он не спрашивал, а меня распирало, и надо было что-то ему рассказать, он тоже внимательно слушал, потом говорил, ну, это бред сивой кобылы, не надо. Но это был всегда диалог. То, что для Завлита в театре большая редкость. Скажите, пожалуйста, Зверка Зиминична, а актеров он слушал, вы могли ему сказать, а мне кажется, так? Или это невозможно? Ну, вы знаете, я из тех актеров, которые не посмело бы ему что-то сказать. А другие, да, могли говорить, допустим, Андрюша мог говорить свое понимание, то ли Папанов мог выражать тоже то, как он думает. Так что Валентин Николаевич очень любил талантливых людей, и им было, по-моему, с ним хорошо. А это ваш актерский принцип, никогда режиссеру не говорить? Нет, я просто не чувствовала, что я могу быть для него интересной. Мне кажется, он ко мне был достаточно... Зверка Зиминична, а вот вы это с чего взяли? Вот вы уже не первый раз говорите, что вам кажется, что Плучик не видел вас, вы не были для него особо интересны. Вы почему так думаете? Я вот посмотрела свою занятость по ролям во времена Валентина Николаевича, и до «Женитьбы Фигаро» огромное количество советских комедий, где я играла всегда подходящие мне роли. Или колхозница, или работница цеха какого-нибудь. Я эти роли не очень любила, но я была благодарна, что я занята. И у меня было всегда впечатление, что как бы он обо мне не думает. Я была потрясена, когда увидела назначение на графиню в «Женитьбе Фигаро». Вообще это шедевр, который, что не человек там, кто там были заняты, это было блаженство видеть других актеров. Скажите, пожалуйста, Доника, а вы тоже работаете с таким ощущением, что Плучик вас не очень замечает? Нет, я ему как раз очень годилась. Я когда пришла в театр, женщин вообще было очень мало в театре. Молодежи вообще никакой не было, и мужчин не было молодых, никаких красивых героев и вообще никого. Поэтому я играла с Тениным, с Папановым, с Олюсом. Люди были там старше, но это мастера были, конечно, это было счастье просто. Но ему нужен был человек, он, знаете, он очень ощущал время. И он считал, что оно подвижно безумно, и что зал должен ощущать эту современную ноту. И ему нужен был актер, который все умел абсолютно. Он был мейерхольдовец, быстро соображать, хорошо говорить, замечательно двигаться. Но пока он вносил такие дисциплины, как биомеханика, в которой я в ГИТИСе, там у меня были танцы всех видов. Но этого не было. Поэтому он требовал интеллекта, требовал знания, требовал стихов, требовал посещения выставки, консерватории, музыки. Вот это все то, что я любила, то, что мне было близко. И я с этим пришла. У нас был рапопорт в Ахтангове, сами понимаете, какая это школа. Андрей Александрович, рапопорт совсем другой. Поэтому вот это все, эта школа была замечательная. Покровский, потрясающий. Потом была возможность сыграть все, что я хочу в ГИТИСе. Девок, теток, старух, красавиц, кого ни попадя. Поэтому вот эта подготовленность была абсолютная. А ему это нравилось, ему это годилось. Поэтому я у него сыграла все. Все, что только можно было сыграть. Несколько... Например, в клопе сыграла все роли. Началось с газетчиц, потом была посаженная мать, потом была дама в зеленом, потом была лунатичка стакарская, было плохо с голосом, и потом Розалия Павловна. Ну, конечно, 25 лет играть в спектакль, но это нужно было. Поэтому даже ребенка нельзя было родить мне. Родила, родила. Так я была занята. Ну, когда все это ушло из репертуара, я тогда умудрилась. Знаете, когда мы вспоминаем какого-то человека, хочется вспомнить еще других людей. Я очень хотел вспомнить Григория Израиловича Горина, моего учителя, и Аркадия Арканова. Я поэтому попросю, чтобы мы посмотрели маленькие совсем фрагменты спектакля, маленькие комедии Большого дома. Для меня лично театр сатира начал с этого спектакля. Мне было 15 лет. Давайте посмотрим. Сережа, только ты не подумай, что я сошел с ума или что мне нечего делать в выходной день. Просто эта пластинка – единственная возможность побеседовать с тобой, так сказать, наладить контакт. Потому что я ухожу на работу, когда ты еще спишь. Ты приходишь домой, когда я уже сплю. Или еще сплю. Да, кстати, когда возвращаешься ночью домой, смело включай свет. Не старайся пройти через нашу с мамой комнату на ощупь. Уж лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И не чись так долго зубы в ванной. Я же все равно не догадываюсь, что ты куришь. Сережа, ты в 10-м классе. Вполне понятно, что мы с мамой обеспокоены твоим будущим. Кем же ты хочешь стать? Последний раз по этому поводу ты высказался, когда тебе было 4 года. Хочу стать мороженщиком. Сейчас тебе 16. Ты по-прежнему хочешь стать мороженщиком? Или придумал что-нибудь поинтереснее? Ну, поделись. Может быть, я смогу что-нибудь тебе подсказать. Сережа, в тебе есть задатки многих великих людей. Ты играешь в карты, как Некрасов. Любишь кофе, как Эйнштейн. Носишь прическу, как Софья Ковалевская. Пора уже кому-то отдать предпочтение. Поразительно современный, в общем, монолог. Вот весь он проразит. Абсолютно вспомнил Гришу и Аркашу. Но ведь Плучик давал работать. Я имею в виду режиссерский. И понимаешь, вот Миша Занэштраль замечательный, замечательное, помните, дарование. Мой ученик, вот, трагический погиб. Шизофрения, как и было сказано, хорошо. Он ставил спектакль, ему дал. Вот это, маленький комедий, мы ставили с Андрюшей Мироновым, да? Он дал. Арканов-Горин, тогда были еще, Плучик себя путал, где Арканов, где Горин. Когда они появлялись, это кто? Я говорю, это Аркаша, Арканов. Он говорит, хорошо, Аркашенька, это горе, надо один черт. Так вот, когда, волноваясь, страшно, сдавали этот спектакль, а там было пять новелл, помнишь, да? Да. Одна новелла была, когда замечательная, играла Зоя, эта новелла, музыкальная такая была, шоу, дом был влочный. Андрюшка ставил, а я ставил грабеж, дифференцирован, неважно. И вот с дачи худсовету этого спектакля, мы все дрожим, на сцене, он дал нам всех мастеров, то есть, там Зоя, Попанов, ну, все там были, Пельцер там играла. И вот с дачи худсовета сидит Арканов, мы с Дрюсиком, значит, там, в углу боимся. нету Гриши, нету Гриши, 12 нету Гриши, 5 минут первого нету Гриши, 10 минут первого нету Гриши, плучик начинает качаться. Где Горин? Горин говорит, нету Горин, он пришел, нету. Он мне говорит, а где Арканов? Вот Арканов. А, это, где Горин? 20 минут первого. Вы влезаете, простите, Рыба, простите, сел. Говорит, нет, не простите. Дорогой Арканов, это Горин, один черт. Такой московский академический театр сатир доверил вам никому неизвестных молодых людей на сцене театра дал молодым дебютантам никаким режиссерам. И вы, худсовет театра, я, вы осмеливаетесь опаздывать на 22 минуты. Вот при всех скажите, что вас могло задержать? Я был зенчиной. А, так, задвес давайте спокойно. Вот это идеальный рассказ. Это вот Плучик, это он. Гриша сказал, что он делал с женщиной. Он сказал, речь еще. А, ну все, абсолютно спокойно, абсолютно уважительная причина. Давайте занять. наша передача выходит как раз в день юбилея Плучика и в этот же день открывает сезон в вашем театре. Вы знаете, дорогие друзья, Зоинька и Вера не дадут соврать, Мариша тоже, вот эти разговоры о наследстве, о внимании, памяти, это вообще часто разговоры. Я думаю, что к чести нашего коллектива, мы это, у нас все сезоны открываются 4 сентября. День рождения. День рождения, Алексей Николаевич, все сезоны. Мы открываем сезон спектаклем «Укращение Строптивой», которому тысячу лет поставлен Плучику, и он у нас в репертуаре. И как он не стареет вместе с артистами, мы играем, и он пользуется огромным успехом. Это не к тому, что мы хорошие, а к тому, что мы очень хорошие. А что-то про сезон нам не раскалкивают? Сезон юбилейный, интересно, 95 лет, 110 Плучику, 95 театру. Вот, и мы, значит, хотим 1 октября, где-то в начале, создать такое шутливое, ироничное баловство по поводу того, как возникает в театре спектакль на основе мещинного дворянства. Ну вот, а дальше страшно загадывать. Золя называется «Дамское счастье». Юра Ляшинцев принес такую интересную штуку. Нам показалось, что Золя, хоть это был 1730 год, что там современные мотивы и так далее. Поговори с дамами. Ну как, интересно же про сезон театра сатиры узнать. Вера Леонидович, я вот что хочу о вас спросить. Я знаю, что вы один раз в жизни подходили к Плучику и просили у него роли, это роль Раневской в «Вишневом саде». Он вам ее не дал, надо сказать, что Раиса Эдуща сыграла. Был хорошо, и был хороший спектакль, я видел этот спектакль. Это спектакль, который шел на маленькой сцене, из чего я сделал вывод, что Плучик очень хотел поставить Чехова. А как вам кажется, вот просто вам, как опытный, почему он так хотел, он комедийный с нашей точки зрения режиссер, почему он так стремился поставить Чехова, что решился делать это на маленькой сцене, там Миронов замечательно играл. Почему ему так хотелось? Наверное, потому что он все-таки был скован репертуаром нашего театра. А мне кажется, что он как режиссер и как человек был очень богат и чувствами, и знаниями и любил Чехова. Но то, что он даже поставил это не на большой сцене, мне кажется, хорошо, потому что на малой сцене все намного ближе к зрителю и намного ну как бы обнажается душа человеческая. И я думаю, что это ему было интересно, потому что у нас было много громких спектаклей, а ему хотелось исповедального чего-то. Вообще, он был богатый внутренний человек и разнообразный. И, может быть, такая шумная, веселая наша жизнь на сцене нашего театра где-то его ну как бы ограничивало как художника. И недаром он поставил и драматические спектакли, допустим, «Домоклов меч», где Зоя была великолепна совершенно. По-моему, этот спектакль произвел невероятное впечатление на зрителя. И я помню, что я, когда как человек немножко такой старомодно, сантиментальный старалась вложить как можно больше чувств в свою неразделенную любовь. И он меня призывал к какому-то аскетизму. В общем, он мне давал какие-то новые импульсы быть другой на сцене не самой собой, а другим человеком. Скажите про Зоя Никана. Вообще, такая уникальная история, когда театр жанра, вот театр сатиры, это вообще как уникально. Театр жанра, эти рамки, как вам, кажется, сковывали Плутика? Они, конечно, сковывали, но он придумывал с его фантазией неуемной. Он, например, Домоглубич назвал драматическая сатира и сказал, пусть и все время, ну вот он поставил же «Дом, где разбиваются сердца», пьеса, которая никогда на русской сцене не шла. И он, правда, говорил, что он влюблен в эту пьесу много-много лет, чуть ли не из юных и очень волновался по поводу того, как это получится. Пригласил Тенина и Сухаревскую, потому что у нас некому было играть эти роли в театре и очень любил этот спектакль. Он иногда приходил и какие-то сцены просто слушал, его всегда видели в кулисах. Он же еще, вот понимаете, в нем еще было чувство какой-то детской незащищенности, какого-то жуткого любопытства, интереса и к другим, и к самому себе. Вот этот сплав такой невероятного характера, он же, у него сложная жизнь была очень, у него же совершенно не было детства. Он, знаете, я когда слушала его рассказ про то, как его маленького ребенка отдали в детский дом, потому что у него был отчим, плутчик, вот, и была трудная жизнь, они голодали, мама делала какие-то, пекла какие-то пирожки или что-то такое. И вот когда он оказался в детском доме, там жуткий был совершенно момент, я вообще так переживала, так страдала, что он на следующий день вошел в гостиницу, в номер, где я жила, с Иркой Панярской, сказал, Зоя, выходите за меня замуж. Правда, Зина повесится. Мы не видели ни Зину, ничего, но это, ну это вообще, ты можешь себе представить вот этого человека, но его даже, даже рассказать никому нельзя, вот, понимаете, поэтому вот он, Чехова, конечно, он мечтал. Он, ну для него, дом, где же бывают сердца, это была, конечно, такая репетиция, подготовка, потому что это в стиле Чехова Бернарда написала шоу, поэтому, а потом, что касается Раневской, здесь, вот он говорит, ты бы играл Раневскую, но сейчас мне нужно, чтобы это была совершенно какая-то женщина, с какого-то совершенно, может быть, даже юного возраста, почему рай, она, какая-то стиль такой у него был совершенно редкий, вот она была какая-то очень, очень интересный человек, и он сразу это почувствовал, он сразу это понял, и он мгновенно использовал это, может быть, если бы ее не было, может быть, он и не стал бы... Но спектакль был хороший, и она играла. Хороший? Очень хороший, ну когда Андрюша какой был Лопахин, в начале не получилось у Андрюша, а Папанов какой был, потрясающий, был замечательный спектакль, Миша Державин какой был великолепный абсолютно, да все там были прекрасные. Скажите, Марина, вот вы завлит, этот человек, может, не знает кто-нибудь из людей, который, в общем, помогает режиссеру формировать репертуар, скажем так, хотя там масса других еще обязанностей. С вашей точки зрения размышления Плучика, вот те годы, когда вы работали, они куда двигались? В сторону драмы, в сторону чего? Я думаю, что они у него всегда двигались в одну сторону, в сторону времени. Он его вот ноздрей ощущал, и вот эта ноздря его вела, что называется, понимаете? поэтому возник заново Мэйки Нож с Трехгрошовой оперой, потому что он понял, что другое время, и теперь этому времени... То есть он не от Миронова шел, а от времени? Он шел, я думаю, ну вот в последний период, по крайней мере, который я застала, он шел от времени. Я думаю, он всегда шел от артиста и от времени, но время было для него, мне кажется, важнее. Он, может быть, так не формулировал для себя какие-то пафосные такие вещи, да? Хотя он бывал, что и пафоса давал, да, в каких-то своих разговорах. Но он мог вот дать пафоса и тут же уйти на матерную частушку. Это вот как бы этот объем, который в нем был, он ему позволял вот это время как-то впитывать и вдруг выдавать что-то неожиданное, как это было с украшением строптивой. Скажите, Павел Александр Анатольевич, вот судьба вашего друга и моего старшего друга Марка Анатольевича Захарова сложилась так или не иначе во многом благодаря Плучику и Кончарову. Мы сейчас говорим про Плучика. Плучик вообще не завидовал режиссерам? Думаю, что нет, не завидовал, но он настораживается всегда. Как-то вы появляете, не дай бог, явление или еще страшнее какое-то новое поиск. Понимаешь, в этом плане всегда вспоминаю взрослую дочь молодого человека, да, я был не на премьере, а где-то там, может быть, на 10-м спектакле Татистаниславского и в фойе ходил и Ефремов, Товстаногов, кто-то из грузин, насторожились и запахло новой театральной идеей. Это всегда страшно будоражит сложившихся. Получик ничего, по-моему, не завидовал, но присматривался. Но, понимаешь, ведь судьба Марка Анатольевича это огромная заслуга Захарова. Огромная заслуга. Лучка. Когда он почувствовал, что он перерос статус второго режиссера, он же сам ему сказал, когда появилась эта вот эфемерная вакансия Ленкома, Получик сказал, «Иди, иди, иди». Многие трактовали, что он угнал, что он, во-первых, не собирался умирать, а, во-вторых, это был абсолютно его посыл. Потом уже массы Марк поставил в театре сатиры, спектакли, приплучики и так далее. Нет, 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 нет. Вот. Потом он страшно был алчный по линии приобретения каких-то эмоций и знаний. Вот Зоя вспомнила Петрова. Про него замечательная историческая байка. Он-то был худрук же некоторое время, ты будешь, да? Да, да, да. В это время появился Товстоногов в Ленинграде только-только. И к нему прибежали и сказали, как его завалить Николай? Петрова как завалить, Зоя? Петрова я не помню. Я Николай в Ленинграде появился молодой гениальный спектакль. Вот вся Москва туда ездит смотреть театральное. Он говорит, я тоже могу поставить гениальный спектакль. Говорит, ну так чего? Говорит, а зачем? Вот этого плащика, а зачем? Интересно, как доходное место возникло. Знаете, Марк Анатольевич сидел там, он ему сказал, ставь что хочешь, он сидел на какой-то советской пьесе. И вот сидел, ничего с ним, не знал, что делать, и вдруг Плучик заглянул к нему и говорит, ты что здесь делаешь, классику возьми, и принес ему сам, в том числе доходное место. А когда спектакль получился гениальный, все было потрясающе, он к нему зашел и говорит, Марк, ты знаешь, почему ты поставил? Потому что ты совершенно неграмотный. Ты Островского что-нибудь кроме этого читал? Марк Анатольевич говорит, Валентин Николаевич хотел очередному режиссеру успеха. Да, вы знаете, я была на спектакле, когда была сдача доходного места, никого кроме меня в зале не было, я была. И представляете, когда закончился спектакль, Плучик заплакал. Он плакал, представляете, он сел и плакал, и когда Марк Анатольевич пришел к нему, он продолжал плакать. Он говорит, я спокойно, я знаю, на кого я ставлю театр. Вы представляете, вот это же было искренне все. Я хочу сказать нашим зрителям, что доходное место это спектакль Марка Анатольевич Захарова в театре сатиры, который прошел сколько раз? Очень мало. Который прошел очень мало раз, был снят, и Захар стал знаменитым. Вот после того, как его спектакль был снят, он стал знаменитым. Не снят, а закрыт. Закрыт, ну закрыт, закрыт. А Вера Кузьминович, когда говорят о Плучике, что вы вспоминаете в первую очередь? Ну, во-первых, его какой-то блистательная память, вдохновение, которое его озаряло, и он им заражал, ну, допустим, встреча Валентина Николаевича, и, казалось бы, просто разговор. Но он не мог говорить спокойно. Он говорил или что-то отрицая, или что-то воспевая вдохновенно. И к нам относился, вот он хотел нас воспитать, и иногда страдал от того, что артисты не так любознательны. Он брался за голову и, мол, на кого я бросаю свою душу? Но мы, хотя и были такими юмористами, все-таки он западал нам в душу. И мы пытались быть достойными его замыслов. Скажите, Александр Анатольевич, у нас очень мало остается времени. Вот принципиальное отличие жизни худрука вообще, не сатиры, а вообще, времена плучки сейчас? Ну, сейчас первый план выходит, наверное, это органично с точки зрения времени, всякое продюсерство, менеджерство и так далее, и так далее. Вот. Когда это смещено, худрук, это же есть масса замечательных, было режиссеров, которые худруками никогда не были. Потому что худрук это профессия. Худрук это профессия. Вот Гончаров, Плучик, Марк Анатольевич, это худруки. Товстановов. И Эфрегов, Товстановов. А есть масса людей, которые вынуждены этим заниматься. Это абсолютно отдельный вольер в этом зоопарке или парке. Самые молодые артисты, жены худруков, великие мастера, это разные вольеры. И худруки. Их пересаживать невозможно. Там все неестественно. А вот когда худрук в законе, это к сожалению, сейчас их мало. по навыкам по уровню. И это естественно, потому что изменилось время. И вот эти лаборатории, которые возглавляли худруки, начинающие или с какого-то гейзера студии, или какие-то мастодонты типа Гончарова-Плучика и так далее, они уходят. И возникает такая замечательная антрепризная беготня. Александр Ширвиндт, художественная руководитель театра сатиры, народный артист России, Марина Крастелева, театровед, 14 лет руководившая литературной частью театра сатиры, шеф-редактор главной роли, Вера Кузьминична Васильева, народная артистка СССР, Зоя Николаевна Зелинская, народная артистка России. И заканчивая нашу эфир, я хочу сказать вот что. Александр Анатольевич назвал некоторые имена Товстоногов, Плучек, Гончаров, Лобанов, люди, которые создавали театр. Мне кажется, что есть два варианта. Либо про них забыть и делать вид, что мы все начинаем с нуля. И так на самом деле очень часто делается и очень часто театры, многие театры как будто бы ничего не было. А можно относиться... Почему так происходит? Потому что есть второй вариант, это относиться к ним как к некому уровню, как к некой планке, до которой надо дотягиваться. Тот театр, который создал Плучек, был великий театр. Я не хочу сказать, что сейчас не великий, но это просто отдельные театры. Это был великий театр, который очень сильно повлиял на многих людей, на меня и на массу зрителей. Он очень сильно влиял. Вот делать такой театр, который становится частью жизни большого количества людей, мне кажется, это невероятно. Это то, что удалось Плучеку, поэтому мы его сегодня вспоминали. И мы хотели, чтобы вот этот уровень был, чтобы о нем не забывали. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максим. Всего доброго, до свидания, пока.